Дорогие друзья, у меня экстренное обращение ко всем вам. Конец месяца, и нам необходимо оплачивать электроэнергию. Так как мы делаем корм сами, долг накапливается. Я очень вас прошу, дорогие мои, помогите. Если мы не оплатим электроэнергию, мы не сможем сделать корм для животных. И приюту грозит голод. И это настолько серьезно, что я даже не знаю, какими словами обратиться. Люди, пожалуйста, помогите нам срочно. Очень вас прошу, конец месяца для приюта, он просто смертельно опасен. Всегда, потому что в это время идут оплаты всех счетов наших. Это и вывоз мусора, это откачка, это электричество. Мои хорошие, я умоляю вас, пожалуйста, пожалуйста, люди, отзовитесь. Помогите нам срочно, пожалуйста, люди. Прошу вас, мои хорошие, очень прошу. Вы знаете, друзья, что поток поломанных, избитых малышей с пероплазмозом, он просто не прекращается. Ребята, нам удается собрать какие-то копейки, мы сразу тратим на лечение детей. Я умоляю вас, ребята, пожалуйста. Ну, просто уже никаких нервов не хватает, никаких сил. Действительно, открываешь и думаешь, ну, долги вот-вот-вот, но они накопились, ребята. Они так накопились, что хоть вешайся. Я прошу вас, умоляю, ребята, отзовитесь. Ведь мы забираем животных с улиц наших городов. Ну, ребята, мы же помогаем вам. Мы вам помогаем. Пытаемся спасать вас и ваших детей, ваших внуков. Пожалуйста, люди, отзовитесь. Отзовитесь. Приюту очень сейчас трудно, просто невозможно трудно. А проблемы все сыпятся и сыпятся. И малышей, вы же нам привозите этих малышей. И звоните нам, чтобы мы вам помогли. Ребята, сейчас я прошу вас, пожалуйста, отзовитесь. Отзовитесь, я просто умоляю вас. Если вы не откликнетесь, если пройдете мимо, отвернетесь, Скажите, сколько времени они проживут и до какого состояния им надо дойти, чтобы их увидели, чтобы их пожалели. Неужели нам надо обязательно дожидаться трагедии, когда животные становятся как скелеты, чтобы пожалеть? Ребята, мы же делаем все, что возможно. Вы же видите. Помогите, я прошу вас, мне очень нужна ваша помощь, ребята. 3000 животных, 3000, ребята, помогите. Пожалуйста, я не хочу, чтобы они голодали. Неужели вы поможете? Вы сможете это допустить? Люди, пожалуйста, пожалуйста, отзовитесь. Друзья, а для кого-то приют, просто приют, кучка собак и прочее, прочее. Ребята, ну это каждодневная нервотрепка, каждодневные переживания, каждодневный уход за животным и старание облегчить ему боль. Друзья, это тяжелый труд. Я понимаю, мы сами его выбрали, но все-таки надеемся на вашу помощь. Добро должно жить в нашем мире. Должно, ребята. Ну что мы золотые? Все, покормили. Сейчас глазки еще будем промывать. Да, мой золотой. Да, накормили ребенка, главное. Да, сейчас еще раз глазки промывать будем. Мой маленький, когда же ты подрастешь, солнышко, чтобы уже операцию сделать и избавить тебя от боли? Малыш. Маленький мой хороший. Вот, умничка моя. Молодец, солнышко. Ну вот, ребята, все сделали, обработали, уколчики сделали, накормили. Все, детеныш. Спи, солнышко. Спи и выздоравливай. И помоги Бог. Люди, мы можем рассчитывать только на вашу помощь, потому что даже смотреть страшно. А в жизни? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok